В поселке Уптар прошел прием граждан по личным вопросам. Мэр областного центра выслушал все претензии и жалобы жителей, а также моментально решал, как им помочь. По словам Юрия Федоровича, все просьбы, с которыми обращались жители Уптара, были вполне ожидаемы. Большая часть вопросов касалась переселения из аварийного жилья. Основная масса аварийного жилья по городу Магадану это поселок Уптар, поселок гидростроители. Улица Красноярская, Сенегорская. Красноярская газ была, Сенегорская. Гидростроители. Это все улицы, они двухэтажные старые дома, они находятся в состоянии неработоспособном. И вот сейчас по трем домам здесь были. Нам, к сожалению, мало выделили квартир в тех домах, которые сейчас сдает правительство Магаданской области на Соколь. Люди хотят туда идти, но нам только 9 дали квартир. Нам нужно в два раза, может, даже больше, чем предложили. Поэтому мы будем искать на авторичном рынке здесь, в Уптаре. Но многие, кстати говоря, не хотят ехать на Сокол. Им очень нравится зеленый красивый поселок Уптар. Вот по трем домам мы будем принимать решение и изыскывать денежные средства для приобретения жилья на авторичном рынке. Пережить эту зиму в таких домах будет сложно. Поэтому для упрощения и ускорения процесса переселения Юрий Федорович рассказал, что в скором времени они примут некоторые меры через комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы быстро произвести закупки жилья. И будем решать по чрезвычайным ситуациям. На днях Дорожная инспекция ОНФ в Магаданской области проверила участки дорог, введенные в эксплуатацию после ремонта в 2020 году, и побывала на участках, готовящихся к сдаче в конце октября текущего года. Журналисты вечернего Магадана тоже присоединились к данному мониторингу. В ходе мониторинга основной участок, который вызвал нарекания со стороны проверяющих, находился в паре километров от поселка Стекольный. По словам представителей регионального ОНФ, ремонтные работы на нем завершились еще в прошлом году. Их выполняла подрядная организация, аффилированная с экс-депутатом областной думы. Но дорога не продержалась и года. Ее нынешнее состояние всячески говорит о том, что ремонт нужно начинать заново. Мы находимся на федеральной автодороге Колома, в одном километре от поселка Стекольный. Данный участок дороги был сдан в прошлом году. Дорога не продержалась и года. Сегодня мы видим серьезные разрушения дорожного покрытия. И уже выставлены аварийные знаки. Данный участок это фад Колома, в районе поселка Стекольного. Дорога находится на гарантийном обслуживании. В прошлом году она сдана. В этом году мы видим многочисленные разрушения дорожного покрытия. Дорогу разрывает. Разрушение обочин. То есть подрядчик выполнил работу недобросовестно. Эта дорога нуждается полностью в переделке. Мы видим, что подрядчику ничего умнее не придумал, как просто залить гудроном разорванной части дороги. Это неправильно. Хочу добавить то, что это федеральные деньги. Подрядчик выполнил эту работу. Коли он выполнил ее некачественно, то ему необходимо работу переделывать за свои деньги. Мы видим вот как раз участок этой дороги, который именно пришел практически в аварийное состояние. Эта аварийность убирается постепенно подрядчикам. Но это не решит вопросов. То есть необходимо полностью переделывать. Тут что? Тут видно конкретно, что у нас разрушение идет обочины. Ее подмывает. Она прямо отламывается кусками. В результате получается, что это значит отсыпка произведена неправильно. Она произведена неправильно. Утрамбовка. В результате провалы будут постоянные. То есть пока подрядчик это все не переделает, ничего не решит этот вопрос. Провал, вот этот, который мы на дороге видим, он будет постоянный. Даже я думаю, что асфальт тратить на него просто нет смысла. Это тратить деньги, просто закапывать деньги в песок. Этого не стоит делать. Просто проще все переделывать, делать новые дренажи. Далее были осмотрены участки, готовящиеся к сдаче в конце октября текущего года. На всех ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и дорожного полотна. Там, где работы по укладке уже закончены, асфальт ровный и внешне выглядит хорошо. Остались лишь работы по устройству обочин, установке ограждения и нанесению разметки. В данный момент мы находимся на участке капитального ремонта в районе реки Неорчан. То есть мы проехали уже большой участок дороги. Видим везде производство работ, асфальтирование, приведение в нормативное состояние. То есть в данный момент я вижу, что кое-какие участки уже в этом году, в октябре месяц, в конце октября будут сданы. Пока нареканий нет, а остальное покажет время. Мы будем видеть уже именно при сдаче и в следующий год покажет. У нас показывает весна в основном. Сейчас необходим контроль промежуточных этапов работы для снятия спорных вопросов по качеству и толщине асфальта, чтобы потом не делать контрольной вырубки по холодам. По вопросам содержания гарантийных участков представители регионального ОНФ будут и в дальнейшем вести постоянный мониторинг. Специалисты КЗХ продолжают активную работу по установке детской площадки на набережной реки Магаданки-55. Напомним, что в этом году установили уже пять игровых комплексов. Некоторые из них теперь радуют детей, проживающих по улице Октябрьская и набережная 15. Конкретно на этом участке уже уложили травмобезопасное покрытие, установили некоторые малоархитектурные формы и детский игровой комплекс. На этапе у нас уже почти завершение, тут дня два-три осталось нам доделать кустарник, засыпать, посадить. И ждем ограждения, когда ограждения подойдут, мы поставим до конца их и все, в принципе, площадка будет готова. Помыть осталось все. Дня три-четыре и будет завершение уже. Да, качели установили, они просто стоят, чтобы дети не поломали, их забетонировали и заложили резиновым покрытием. Их просто надо прикрутить, поставить и все. Тут это недолго, полдня работы, и это все ждется поставиться. И тут еще будут урны ставить, и карусель будет стоять. Также сегодня начали облагораживать газон. Из растений здесь посадили ольху, иву и небольшие елки. В общей сложности кустов более 200 и около 10 деревьев. Кроме этого, сегодня по улице Марчиканская 2, корпус 1 специалисты КЗХ произведут демонтаж старой спортивной площадки. 9 сентября прошла профилактическая акция «Вместе против кибермошенников». Сотрудники регионального управления внутренних дел совместно с представителями общественного совета при региональном УМВД и волонтерами провели беседы с жителями и гостями города. А также вручили памятки с информацией о схемах мошенничеств и способах не попасться на уловки злоумышленников. А вы сейчас, значит, проводите акцию, как бы, информируетесь. Напоминаете, что так надо... Мы проводим акцию «Осторожно мошенники». Хорошо, понял, понял. Ну, здесь есть правила финансовые безопасности. Ну, спасибо, ладно, хорошо, удачи. Спасибо. Вам хорошо, я. Цель данного мероприятия – еще раз напомнить магаданцам, что нужно быть внимательней при совершении различных финансовых операций. С каждым днем все больше людей попадаются на уловки злоумышленников. Так, с начала 2021 года колымчане отдали в руки мошенников более 60 миллионов рублей. Растет число людей, которые подверглись нападениям киберпреступников. И деньги, которые они отдают мошенникам, их количество только растет. Вроде бы все все знают, все все понимают, но когда остаются без денег, удивляются тому, как это произошло, как это могло случиться. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего нужно успокоиться и все обдумать. Потому что только злоумышленники намерены торопят, оказывая психологическое давление. Также, получив тревожную информацию о своих банковских счетах, необходимо связаться с финансовым учреждением по номеру на обратной стороне карты. Кроме этого, для совершения предоплаты нужно сообщать только номер карты. А также необходимо по возможности полностью исключить покупки по полной предоплате. Вместе против кибермошенников! КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!